здравствуйте друзья сейчас мы с вами посмотрим вот такой интересный пульт для приставок мтс пульт идет два в одном то есть управление приставками и телевизорами по основным функциям данный пульт настраиваемый то есть он идет универсальный под многие ресиверы мтс почти под все с ним идет прекрасно такая инструкция поставляется в таком коробочке для настройки на ресивер на ваш на вашу приставку там что у вас может быть кабельный ресивер или спутниковый ресивер используется вот эта табличка здесь указаны коды команды смотрим находим наш номер модели ресивера номер модели ресивера у вас указан либо сзади либо на днище есть наклеечка с номером модели по этому номеру модели мы находим код команды например ресивер dcd 2204 300 тройка будет у нас команда что делаем зажимаем кнопку мтс и держим ее 3 секунды примерно пока не загорится постоянным красным светом вот она загорелась и вводим команду 1 2 3 300 троечка индикация погасла код принят данный пульт теперь может управлять ресивером чтобы он управлял ресивером надо нажимать один раз кнопку мтс чтобы управлял телевизором кнопку tv то есть это переход между режимами у него однократное нажатие кнопки устройства вот значит с настройкой на ресивер разобрались очень просто при помощи вот этой вот таблички вводим код настройка на управление телевизором если ваш телевизор вот одно из этих десяти марок samsung panasonic lg sony philips toshiba sharp handspray blaupunkt глюндик то вы можете настроить первым способом данный пульт первый способ настройки зажимаем кнопку тв и кнопку соответствующую бренду например у нас телевизор sony запоминаем цифру 4 нажимаем кнопку тв и четверку одновременно и держим пока индикация не загорится постоянным светом зеленым вот она в кнопочке загорелась постоянно зеленым светом отпускаем эти обе кнопки нажимаем ok и проверяем на нашем телевизоре так режим тв переварил тут видите по курсору не работает только по некоторым кнопкам проверяем на нашем телевизоре все ли в порядке все ли работает если не работает то он вам не подошел получается вам нужно настраивать следующими двумя способами одним из них так второй способ это у нас получается так называемый ручной поиск что мы делаем зажимаем кнопку тв телевизор момент у нас включена зажимаем кнопку тв индикация загорелась постоянным зеленым светом и нажимаем кнопку power каждый раз направляем на телевизор и каждый раз каждый раз мы нажимаем кнопку power таким образом мы перелистываем базу как только ваш телевизор отреагировал на нажатие кнопки ну то есть код пойман получается вам необходимо нажать кнопку ok зафиксировали код и все можно будет управлять телевизором это был второй способ настройки данного пульта так называемый ручной поиск и третий способ настройки этого пульта это вот кода из справочника нашем справочнике сзади есть такая вот таблица с кодами соответствующим брендами вот шарп например супра и вот они идут по очереди циферки то есть вам по очереди придется эти циферки руками вводить так что делаем зажимаем кнопочку тв и и держим ее пока индикация не загорится постоянным зеленым светом индикация загорелась после этого вводим код который соответствует вашему бренду например gvc код 1046 1 0 46 индикация погасла проверяем нашим телевизор gvc все ли работает направляем пульт именно на телевизор они на приставку если не работает мы вводим следующий код для gvc это 1133 делаем те же самые действия ждем 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 загорелась и вводим код 1133 дальше проверяем и так вот по порядку все коды для gvc сколько он тут 7 6 штук 7 штук доводим все в порядку эти коды и проверяем их вот такой вот способ ну и для других брендов это все так же справедливо также тут я писал сброс этого пульта на заводские настройки ну как бы пульт вроде современный совершенно не вижу смысла об этом рассказывать можете об этом инструкции почитать на этом все надеюсь это видео было для вас полезным если вы желаете данный пульт приобрести ссылочку в описании я оставлю под видео можете заказывать его на нашем сайте спасибо за внимание и до новых встреч